Ровно год назад вышла эта передача, и я ее не смотрела честно. Уже совсем скоро идти на пляж. Организм с***ли на диету, а толку ноль. Сегодня мы точно скажем, что нужно делать, чтобы похудеть быстро и безопасно. Раскроем самые новые, а главное, действенные способы. Бросить лишний вес. Ну, давайте. Мы садимся на диету, чтобы выглядеть как с обложки журнал. Интересно, а что едят те, кто смотрит на нас с этих обложек? Наши любимые, не зови. Отпраздновала свой 49-й день рождения. На мест, что столь ком на кухню, Алике Смеховой. Очень правильно сделали, потому что я – это образец правильного питания. Сейчас все расскажу. Там у меня кухня. Пойдемте? Правильное питание уже давно большой и жирный пунктик актрисы. Она не только сама ему следует, но и всех своих близких на него подсадила. Правильное питание. У человека в холодильнике один белок и овощи фактически. И куча-куча разнообразных соусов и таблеток. Мясо, овощи, сыр, сметана, помидоры. Ну, либо почистили холодильник перед приездом, либо реально человек на белковой, на кето-деете сидит. Ой, кого-то я забаню. А, Лёля, не надо, не надо. Я буду банить за такие слова. Папа с удовольствием тоже последовал. Сейчас вот мамой займусь всерьез. У меня даже собака правильно питается. Вот. Собака правильно питается? Ну, собаке, как бы, видимо, повезло. Много белковой пищи. И охочется не надо. Простой пример правильного питания от известной актрисы. На обед у неё сегодня овощной салат из капусты с огурцом и суп. Кстати, тоже овощной. Нет, Алика Смехова не заядлая вегетарианка. Однако мясо в суп не... Овощной суп с яйцом. Очень полезное питание. Ну, скажем так. Одна треть присутствует в рацион. Когда не кладёт. Супы должны быть только овощные. Это называется защелачивать организм. Овощными супами. Что имеет в виду Алика? Существует модная теория, согласно которой мясо и животные белки закисляют организм. В результате чего возникает огромное количество проблем со здоровьем. А овощи защелачивают. А это очень полезно для нашего иммунитета. Ой, господи. Так. Давайте посмотрим, что такое белок. Так. Берём первый купавшийся, что я нашла. Реферат по экономике даже. Белки – это высокомолекулярные, сложные, азотистые соединения. Синтез белков из неорганических элементов в природе защищается только в растительном организме. Идёт благодаря животным растительным. А в организме человек формирование ткани идёт благодаря животным растительным мелкам, которые поступают с пищей. Вот. Интересно, где здесь слово про кислоты? Белок не является кислотой. Поэтому Алика Смехова и ест супы без мяса. Так уверена актриса полезнее. Чем больше в диете у нас есть овощей и фруктов, тем у нас больше, скажем так, состояние сдвигается в соло щелочной среды. Чем больше нагрузка белковая, мясная, там рыбная, творожная, молочная, да, тем больше сдвиг сюда. Ещё под запретом у знаменитой актрисы молочные продукты. Я прошу прощения. Вот я лично стараюсь молочные продукты минимализировать, а козьи и овечи, наоборот, это и есть моя, ну если вы говорите диета, вообще просто правильное питание. Ещё один эксклюзивный секрет Алики Смеховой – лимоны. Она пьёт воду только предварительно. А, да, очень классный комментарий. Мне папа недавно про щелочивание сказал, что может, хочет купить дорогущий щаник, жжь мёртвый и живой водой. Пиц, я надеюсь, угорала. Ну, скажем, да, это такая глупость, если честно, у нас PH в организме очень важно сохранять, поэтому организм никогда в жизни не сделает, ну, то есть он сам регулирует, тем более вот она пьёт лимоны, а это кислота. Да, вот тут как раз чистая кислота. Как можно защелачивать организм кислотой? Действительно положив туда лимон. Очень полезно пить воду с лимоном. В течение дня вот у нас стоит вода, у нас много лимонов. Прошу прощения, она защелачивает организм. Ну, видимо, ну, это вот просто, понимаете, как это вот попытка придумать врагов. Ну, то есть не хотите же самому признаваться, что человек не может себя контролировать в питании, именно есть только то, что ему хочется по-настоящему. А придумывать себе запрет очень удобно, в принципе. Почему нет? Это же удобно, это удобно. Возможно, у человека лактоза непереносимость есть, хотя молочку она вроде ест, я не помню, я просто не очень обращала внимания. Нет, молочку вроде она ест. Непонятно, непонятно. Всегда, и мы пьём эту воду, и самое главное... И защелачиваем организм овощами. Но сначала мы пьём воду с лимоном, поднимаем кислотность желудка. Класс, прям пять с плюсом. Пить до еды за 30 минут и за 30 минут после. По словам экспертов, действительно, такой напиток, если пить его регулярно, даёт тот самый волшебный эффект лет 15 с плеч долой. Любые цитрусовые, особенно грейпфрут и лимон, они обладают способностью очень хорошо сокращать желчный пузырь. Чем правильнее работает у нас желчный пузырь, чем лучше опорожняется он, тем как бы у нас лучше мы очищаемся. Совет. Нарежьте лимон кружочками и... То есть девушка, ну, женщина, считает, что она антиоксиданты принимает, ну, вот это вот, витамин С, она таким образом, как бы, не знаю, видимо, закисляет организм для того, чтобы её потом защелачивать. Кажется так. Бред какой. А также актриса старается реже есть мясо и только по большим праздникам что-то жирное и калорийное. Поэтому низкокалорийные продукты занимают большую часть... По праздникам жирные и калорийные едим, ест она, ну, в основном низкокалорийные продукты в холодильнике. Скажем так, если это всё сожрать, можно очень хорошо поправиться, даже на низкокалорийных продуктах, да? Да, спасибо. Её холодильник. Низкокалорийные продукты – палочка-выручалочка на любой диете. И шампиньоны – одни из них. В 100 граммах продукта – всего 27 килокалорий. У прославленной российской фигуристки Ирины Слуцкой есть... Ой, ладно. Так, грибы полезны. Почему? Потому что много веществ балластных. И, в принципе, да, шампион очень неплохо кушать вместе с мясом, например, и с углеводами. Но, как бы, зачем вот это всё... Ну, наверное, шампиньоны плохо продаются. Они сейчас подражали. Так, рецепты обсуждать не буду. Почему? Потому что, как говорится, на вкус и на цвет все фломастеры разные. Более, тебе все чем-то не угодили. Вот, поэтому тут, скажем так, рецепты делают каждый по-своему, как ему нравится. И, соответственно, я не буду это обсуждать. Почему? Потому что, ну, у каждого человека свой вкус. Нравится блюдо с шампиньонами и луком, ну, как я понимаю, и мясом, наверное. Ради бога, как говорится. Если хотите, я посмотрю. Так, рецепт, рецепт, рецепт. Умный дядька. Так, что тут умный дядька говорит, посмотрим. Ирина Слуцкая приготовила шампиньоны за 15 минут. Они едят свежие шампиньоны. Вот вы знали, например, что необязательно стоять у плиты, чтобы приготовить шампиньоны. Их можно есть и сырыми. Порезал салат и готово. И такие салаты можно делать хоть каждый день. Потому что шампиньоны на диете – настоящее спасение не только для фигуры, но и для здоровья. Шампиньоны нормализуют обмен веществ. В том же Китае их рекомендуют. Ну, вот тут я бы, конечно, поспорю, потому что всё-таки сейчас… Ну, хотя шампиньоны, они… Да, их растят специальных же этих. Ну, у нас эти сыроежки можно есть свежими тоже. Ну, что-то как-то… Я бы вот побоялась бы есть свежие же грибы. Ну, если только кипятком их обработать. Вот там как раз нитраты-то тоже есть. Они же тоже растут в таких условиях. Их тоже подкармливают. По идее, получается, свекла плохо, она нитраты накапливает, грибы хорошо. Но грибы же тоже из земли растут. Они тоже всасываются. Кстати, грибы больше всего собирают всего. Ну, кто знает, что если около дороги гриб растёт, его нельзя ни в каком случае собирать. Какие-то двойные стандарты. При любых желудочно-кишечных заболеваниях, если у вас есть какие-то проблемы типа гастрита или гастроинтерлита, то регулярно 2-3 раза… Грибы, наоборот, нельзя при гастрите есть. Потому что они очень нагружаются от желудочно-кишечных драк. Товарищ немножко ошибается. В неделю употребление шампиньонов с большой вероятностью нормализируется… И от салонов красоты появляется блеск, появляется… Это шикарно. Кстати, кто болеет заболеваниями желудочно-кишечного тракта, большинству из вас нельзя есть грибы. Много. А, вот как раз выращивает их. Интересно посмотреть. Из белка, соответственно, продукт распада белка приводит к образованию так называемых патомаринов. Это то, что раньше называлось, страшным словом, трупные яды. Шампиньоны на самом деле очень капризные грибы. Поэтому производители шампиньонов относятся к ним как к королевским особам. Их даже собирают в белых перчатках. Остаются пятна, потому что потовые железы оставляют следы на грибах. Как отпечатки пальцев. Понятно, что производители холят и лелеют свои шампиньоны. А что с продавцами? Так ли они аккуратно с ними обращаются? Вместе с директором грибного комплекса Евгением Зуевым мы... Ну, в принципе, да, их растят в довольно специализированных условиях. Но, опять же, это не белок, скажем так. Если у вас есть проблемы с ЖКТ, с гастритом, например, 12-перстная кишка, то лучше, конечно, быть аккуратнее с ними. Вот как раз при подагре их неплохо есть, потому что количество белка там, конечно, небольшое есть. А так как нельзя всё-таки людям с подагрой много белка есть, ну, животного, то грибы тут спасают. Потому что по консистенции они напоминают мясо. Вот тут как бы такой момент. Но мы сейчас говорим именно как вот об этом продукте. Ну, в принципе, как бы тут ничего плохого нет. Грибы – это хорошо. Главное – правильно кушать их. Лисичек, жареных картошкой, у Лёля, тебе можно. У тебя другая проблема. У тебя просто не усвоение определённых веществ. Провелись по грибы в наши магазины. На удивление, везде, где мы побывали, грибы хранятся правильно – в холодильнике. Оказывается, шампиньоны полезны только в течение первых 10 дней после сбора. И этот короткий срок, они должны лежать только в холоде. Иначе начнут раньше времени портиться. Становятся мокрыми, склизкими, на них размножаются микроорганизмы. Однажды в Ашане я купила 5 килограммов шампиньонов. И хранились они у меня в холодильнике 2 недели. Они не стали склизкими и мокрыми. Были хорошо, они у меня правильно сохранились. Потом они у меня ещё неделю похоронились. Потом я их порезала и заморозила. Полезность, вредность – ну, как бы тут спорно, потому что в грибах нет таких прям супервитаминов, которые беречь надо. Всё-таки это просто клетчатка, ну, скажем, балластное вещество. И, в принципе, вкусная штука. Но если есть возможность купить и сразу приготовить, почему нет? Но, опять же, мы же не знаем, сколько она хранилась в магазине. Я знаю, что в Ашану привозят их и быстро очень не раскупают, например. По факту получается, что надо всё есть как бы с грядки, но мы живём в городах, большинство из нас. ...эрганизмы и пищу употреблять такой гриб не рекомендуется. Совет. Покупайте шампиньоны, которые лежат на холодильной полке. И помните, что срок годности у них не больше 10 суток. Но и на старуху бывает проруха. Даже на полке в холодильнике нет-нет, да и встретится не шампиньон, а с жёлтой пизлок могут отравиться. Во в Криме, конечно, тронит слово. Мне эта передача напоминает частично ещё этот, как его, контрольную закупку почему-то. Много очень таких вот моментов. Ну, то есть, взяли, объединили. Я просмотрел другие передачи, там меньше вот этого было. Я курс в магазине. Ну, вот и гриб. Биньон, перетек. Какие новости? Так, сейчас мотану, потому что здесь очень много про грибы.